Финал конференции между Boston Celtics и Milwaukee Bucks Команда из штата Массачусетс рвется в гранд финал NBA сезона 2019-2020 Получится ли у них? Узнаем прямо сейчас И снова всем привет, дорогие мои, вы на канале Одизета И мы продолжаем нашу карьеру за Boston Celtics в режиме Майлик в игре NBA 2K20 И на очереди у нас финал конференции между Milwaukee Bucks и Boston Celtics И на ваших экранах составы обеих команд У Milwaukee Bucks, Эрик Блэдсу, Малком Брокдон, Генниса Татукумпо, Эрсана Ильясова и Хасан Вайтсайт У Boston Celtics, Янаш Куковичевский, Джеллен Браун, Джейсон Тейтум, Пол Мил Сэрб и Эл Хорфорд Этого состава вполне достаточно для того, чтобы выиграть финал конференции Играем мы сегодня на домашней арене TD Garden И, соответственно, Boston Celtics нужна только победа, чтобы сохранить все шансы на чемпионский титул в гранд-финале NBA Но перед этим мы узнаем соперника по второй паре конференции А именно западной конференции, где Дэн Вернаги встречается с Ютой Джаз Итак, преимущество домашней площадки А+, и посмотрите, кто выиграет стартовый спорный Совершенно верно, Милоки Бакс выигрывает стартовый спорный Игра за попадание в гранд-финал NBA сезона 2019-2020 стартовала уже сейчас На ваших экранах стартовые пятерки, я вам уже их рассказал И, соответственно, Джейсон Тейтум может взять бросок, но нет, в итоге этого не получилось Тем временем мы видим, что счет в первой четверти 8-9 И на ваших экранах статистика в этом сезоне у Яниса от Эту Кумпо Бросок Куковичевский, и нет, Брогдон оказался первым на подборе Эрик Бледсоу Нет, от Эту Кумпо может бросить, нет, в итоге этого не получается Куковичевский должен ждать пас Джейсон Браун в итоге выждал этот пас Тейтум, Куковичевский, бросок Куковичевский и неудачный бросок С трехочковой дистанции, так как мы знаем, что Куковичевский рейтинг больше 80 Если так посчитать И счет становится 10-9 Смена лидерства у нас в этом матче Милотий берет 10 очков, а 9 только у Бостона, Куковичевский И ошибку допускает Куковичевский, мяч уходит за пределы поля У нас только что вступил в игру за 4 минуты до конца Ален Джексон И сейчас его начало сейчас будет очень определяющим Бледсоу, 4 секунды на бросок от Эту Кумпо Нет, в итоге мимо летит бросок от Эту Кумпо Тейтум Джексон Дальше что у нас? Ален Джексон бежит на прорыв И фол заработает Эрик Бледсоу, первый персональный И какой-то там командный фол, я уже не вижу сколько командных фолов сейчас Но Ален Джексон готовится бросать штрафные Есть первый забитый штрафной бросок И на замену выходит Сейчас в Милуоке Ти Джи Макканал, Энтони Снелл и Грег Монроу И если эта кумпа остается на площадке У Салтик замена воспроизведена Милу Тичи Смарт вышли вместо Брауна и Тейтума, между прочим Два штрафных использовала Ален Джексон Сейчас становится 17-16 И сейчас Ален Джексон против Ти Джи Макканала Ти Джи Макканал с мячом Хорошо разбирается Ти Джи Макканал Бросает и тут же попадает Ти Джи Макканал Замена сработала А вы видите статистику по Милуоке Бакс в этом сезоне По очкам в среднем за игру И вот первая трешка у Алена Джексона Пять очков у Алена Джексона И таким образом вы видите его статистику За победным поражением по очкам и по подборам в среднем за игру Статистика довольно неприличная, я бы сказал Вторая четверть только что стартовала И на ваших экранах Ален Джексон, который бросает очередную трешку Но нет, не получается Счет, как мы видим, 34-35 Ален Джексон, вы видите, 3-6 попыток удачных по трех очков 7-14 попыток очков в поле И отыграл он всего 19 очков за эту игру Джексон, еще один бросок и удачно 21 очко тем временем у Ален Джексона Мы насчитали 8 смен лидерства за тот период и 3 ничьих Ален, Монро Колнатон Не очень уверен, Хейворд, Деремс Джексон И 38-35 Счет по итогам второй четверти Вот вы видите, прекрасный повтор Этого забитого мяча в корзину Адета Кумпо И Адета Кумпо бросает 37-38 На ваших экранах статистика по очкам в поле 52 на 51% у Бакси Селтикс Джеллен Браун бросает трешку 52-48 Тут же включается Ботсон Селтикс с двойным усердием в игру И тут же начинает забрасывать трешки Брокдон Для Милоки Бакс этот матч явно станет определяющим Потому что у них еще задачи не решены Это первое А второе им нужно проходить дальше Браун Еще одна двушка сейчас 54-48 Теперь этот показатель очков в поле Становится у Селтикс более устрашающим Для Бакс На Милоки Бакс Брокдон 4 минуты 35 секунд до окончания Второй четверти Колотон Еще один опасный момент у кольца Милсеп Браун Еще один бросок И тут же трешка 10 очков у Джелла Брауна Как он полезно играет сейчас для Селтикс И 57-48 11 очков отрыва И соответственно все самое интересное впереди Третий четверть только-только стартовала И счет как мы видим 69-78 13 очков у Эрика Блэксу И 10 на Пейнте Так как У Милоки много проблем Хорфорд бросает И тут же очень верно бросает 12 очков 81-69 Таким образом матч может завершиться только лишь крупным счетом Но Уайтсайд Берет 71 очко для своей команды 71-81 Разница 10 очков Минута и 31 секунда до окончания Третьей четверти Я хочу чтобы вы посмотрели заключительные минуты Третьей четверти Заключительные минуты Они важны для нас И вот еще один Бросок В контакте с другим игроком Это Ален Джексон Вышедший на замену Долго он задел на скамейке Так вот Он и получил это право бросать 44 очка у Алена Джексона 44 Потому что во-первых У Милоки Бакс только 92 А во-вторых Блок у Алена Джексона только что совершился Смарт на Тейтума Передача на Джексона Еще один бросок в контакте с другим игроком И вот собственно это и получилось Хорошая была Передача на Джексона И тут же данчит Джексон 104.92 А Тетакумпо Попадает на Тетакумпо 46 секунд до окончания Третьей четверти Еще будет время у Милоки Бакс на то чтобы Разыграться Но Селтикс уничтожает Уничтожает Милоки Бакс на своей родной площадке Блок от Вильямса И мяч уходит за пределы поля Вильямс конечно молодцом Как и Ален Джексона Но у Ален Джексона как мы видим блоков меньше А вот у Вильямса Роберта Вильямса Очень их немного Скажем так Атетакумпо Молодцом Атетакумпо 96.106 А трех 10 очков Ален Джексон Еще можно что-то Разыграть 48 очков И 50 очко зарабатывает себе Ален Джексон Балетитсон к рекорду Который напоминаю Составляет 64 очка всего В одной игре плей-офф Атетакумпо 20 секунд до окончания Третьей четверти Атетакумпо держит мяч Смещается вправо Атетакумпо Подходит к трехочковой зоне Тентони Снеллу Эрик Бледсоу Атетакумпо Ух ты Блок Атетума И вот пожалуйста Конец третьей четверти Счет стоит 18.96 И так только-только Стартовала Четвертая четверть 6 минут и 10 секунд до окончания Этой игры 109-123 Выигрывает Селтикс Умиловок и Бакс Эл Хорфорд Бросает И счет становится 125-109 Эти пять минут Будут важными Для Селтикс Поскольку их проход дальше Означает Возможность узнать Своего соперника По гранд-финалу НБА Который состоится Уже на следующей неделе В нашей следующей записи Нашего Как бы Десанта Бостон Селтикс В сезоне НБА 2019-2020 А на ваших каналах Я на шуковичевский Который бросил Очередную двушку Блайтсол Монро Дальше Я на шуковичевский Компо И вновь Данк От Я на шуковичевского Компо Просто невероятный Итак Давайте посмотрим Заключительные Две минуты И 30 секунд До окончания Четвертой четверти Все игры в целом Ален Джексон Следующий бросок Неудачно У него У Алена Джексона 55 очков И 7 подборов За сегодняшнюю игру От этого кумпа Бросок Уверенный бросок 124-129 Ален Джексон А вы видите Аенец Тэту кумпо Его статистику Два блока 16 подборов И 41 очко Но догнать Джексона Ему не удастся Джексон Трешка есть 58 очков 58 очков 132-124 Счет по этому Четверти Еще одна попытка И вновь Это Малком Брокдон Это был Малком Брокдон Со своей двушкой С передачи Енис От этого кумпа Джеллен Раун Переточина Алена Джексона Убирает Малкома Брокдона Судя по всему Джексон 60 очков 60 очков У Алена Джексона 24 на пейнте Как мы видим У Алена Джексона Легко и просто Дается матч Может быть Он еще и дотянет До рекорда Как мы знаем Хорфорд Такая распасовочка Джексон Попадает Алена Джексон 62 очка На счету С угла Он бросил И вот Где-то получилось Атета Кумпо Атета Кумпо Атета Кумпо С мячом Ну а дальше Как мы видим Никаких предпосылок Здесь не будет Атета Кумпо Уверенный бросок Надогнать Алена Джексон Ему не удастся Вот у Джелла Брауна 20 очков Может он увеличить Свой капитал По очкам Равно как и Ален Джексон Который можно побить рекорд Из 64 Преизвести 65 Нет не получается Подбор на падение Джексон Не попадает Бойтсайд Тут же Хорфорд пытался Поймать мяч С помощью стила Но в итоге Того не получилось 130 136 И 50 секунд До окончания Четвертой четверти Сейчас мы узнаем Будет ли Побит рекорд Или нет Да Этот рекорд Побит И тайм-аут Берет Милоки Бакс И вы видите Аплодисменты Трибуны Тиди Гарден Ален Джексон Радуется Своему успеху Его поздравляют Партнера по команде 65 очков Всего В одной игре Плей-офф Естественно Что будет в финале Гранд финале НБА Итак 44 секунды 44 секунды Важные 44 секунды Для Селтикс и Бакс Они многое значит Сейчас Хорфорд На подборе Ален Джексон Еще одну очку Может себе накопить 67 очков Увеличил В итоге он Свой капитал По очкам Ален Джексон И больше 30 секунд Больше 30 секунд Браун Ждет партнеров Тейтум Джексон Не попадает Но и подбора Нападений Как мы видим Не будет Подбора Нападений И фол Зарабатывает Джеллен Браун Первый персональный Следующий командный фол Напоминаю Командные фолы Обнуляются В каждой четверти Еще долго Холфтайма Не нужно Обнулять командные фолы Антони Снел Блок От Вильямса И Снел Тут же Расправляется С защитой 14 секунд До окончания Этой Изнурительной Огненной Ошибку Ален Джексон Это это уже Не важно Поскольку Салтикс В Без пяти Секунд Чемпионы Конференции Не попадает И подбор За Джексоном Восьмой В итоге В итоге Салтик Станется Чемпионами Восточной Конференции И они узнают Сейчас Следующего соперника По Финалу Западной Конференции Где Юта Джас Играет Стэн Вернандец Неизвестно Как бы повернулась Судьба В этот раз Но За это мы Благодарим Бостон Салтик За победу Равно Как и Алена Джексон За побитый Рекорд Ну что ж Друзья Сейчас вы видите Заключительные кадры Вручения Кубка В финале Конференции Ну что ж Вот и заключительные Кадры Вручения Кубка За Победу В финале Конференции В финале Восточной Конференции Ну что ж Соответственно Вы видите Всю статистику 132 141 По подборам Тут Неважная Статистика В нападении Особенно 43 Подборов Защитей 41 У Милоки Бакс Ну что ж Друзья На этом Мы заканчиваем Нашу Программу О НБА Туке 20 О финале Конференции Которую Кстати Выиграла Бостон Селтикс И мы Узнаем Узнаем Следующего Соперника Уже По гранд Финалу НБА Который Состоится На следующей Неделе Это Денвер Наггетс Денвер Наггетс Против Бостон Селтикс Соответственно Вы все Увидите На следующей Неделе Кто Ставит Победителем Сезона НБА 2020 Увидите Совсем Скоро Увидимся До новых встреч С вами Бостон Супер Дизет И любите Баскетбол Так же Как Люблю Я Пока